Всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем видео мы посмотрим на грамотный переход на 10-й тоннхолл, который поможет вам не совершать ошибки на первых шагах. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить вас за 2000 лайков, которые вы оставили под прошлым роликом. Огромное спасибо и давайте в этом видео соберем 1500 лайков. Это будет самой большой благодарностью для меня за работ над контентом. Также не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, где можно найти свежие новости из мира Clash of Clans и Royal Stars и мой Инстаграм, где всегда есть свежие фоточки и можно поучаствовать в новых розыгрышах. Ну а теперь усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! А клан 16 уровня Войны Пустыни будет рад новым игрокам, начиная от 10-го тоннхола. Клан нацелен на участие в клановых войнах и ЛВК, где у ребят весьма хорошая лига Мастер 3. Она сможет дать вам много медалей, а значит и волшебных предметов для прокачки базы. У клана есть свой чат в вайбере для моментальных ответов, а также дружная и сплоченная команда старожилов клана. Присоединяйся к клану по тегу в описании, если еще не нашел свой постоянный дом. Правильный переход на новый тоннхол всегда начинается с качественной подготовки. Вам нужно запустить ресурсами, волшебными предметами, медалями, ЛВК. Причем не обязательно донатить в игру или покупать золотые пропуска. Вы можете просто спланировать свой переход за 2-3 месяца до начала, накопить все необходимое и только после этого ставить ратушу на ап. Чем лучше вы подготовитесь, чем больше волшебных предметов у вас будет, тем легче вам будет влиться в новую ратушу и понять, что здесь как и быстрее прокачаться относительно начального этапа. Мой вариант перехода не является единственным. У вас может быть другой взгляд и другое мнение о том, как лучше перейти на тх10. Ведь некоторые любят играть на кв, а другие только фармят ресурсы, поэтому цели могут быть разными. Однако именно так, как показано в этом видео, я бы делал на своем аккаунте. Вы можете брать этот шаблон и смело действовать по нему. И конечно же первое, что нужно сделать после того, как мы подготовились к переходу, перешли на новый тх, это улучшить крепость клана. Улучшать мы ее будем за молот строительства и сразу же небольшой лайфхак с молотами. Как вы знаете, у молота существует кулдаун, то есть определенный промежуток времени, в который вы не можете повторно использовать тот же самый молот. Однако кулдаун касается не использования, а покупки. Работает это примерно так. Вы покупаете молот, далее ждете неделю, не используете его, через неделю применяете молот, идете в магазин, покупаете второй и вы можете сразу же применить второй молот. Но купить следующий сможете уже через неделю. Надеюсь, я понятно объяснила. Так что молотами стоит запасаться за неделю до перехода, тогда вы сможете сразу же после использования купить еще один молот, если вам позволяют медали лиги. Почему я трачу именно молоты на лабораторию и КК? Ответ, конечно же, прост. В лаборатории мы сразу же можем прокачать какие-то войска или заклинания для того, чтобы стать, ну, чуточку посильнее. А вот крепость клана, помимо плюс пяти мест подкрепит, даст еще возможность сажать к себе осадные машины от соклановцев. Это очень сильно поможет как в атаках на фарме, так и на КВ. В лаборатории много чего можно прокачать, но я рекомендую сразу же прокачивать за молот сражений лаву, поскольку шары и рейдж остаются максимальными от предыдущего тоунхола, девятого. Их не нужно прокачивать на десятки. Таким образом, вы сразу же имеете полностью фуловый микс, который можете как фармить, если у вас малый лав в составе, так использовать его на КВ или на ЛВК, если немножечко увеличить количество лав. Плюс ко всему, этот микс не является новым, он давно знаком вам, начиная с девятого тоунхола, поэтому проблем при его использовании у вас не будет. Фабрика заклинаний пятого уровня откроет для нас новое заклинание клонирования. Вещь не самая полезная, но благодаря новой фабрике заклинаний у нас увеличится вместимость по банкам с 8 до 10, а это уже значительно при атаках, поэтому обязательно ставьте фабрику на ап, а еще лучше заканчивать ее сразу же за книгу, потому что пока фабрика стоит на апе, вы не можете производить дополнительные заклинания. Таким образом, вам будет весьма сложно и проблематично проводить атаки не только в глобале, но и, конечно же, на КВ. И теперь после первых действий мы можем смело заглянуть в магазин и посмотреть, что же нам там предоставляется. На самом деле, после перехода на десятый тоунхол не так уж много всего мы можем приобрести в магазине. Если вы КВ-игрок, то вкладку защита пока трогать не нужно, поскольку если вы выставите новый деф, в особенности Адскую Башню, что любят делать многие неопытные игроки после перехода, то ваш общий вес на КВ очень сильно поднимется, и напротив вас будет стоять более прокаченная десятка, чем могла бы быть, и вряд ли вы ее снесете. А вот если вы фермер, тогда смело выставляйте все, что угодно. Однако и в том и в другом случае я рекомендую сначала поставить ловушки, сразу все, на них не требуется времени для их установки, но они все-таки немножечко вас защитят, потому что каждая гигантская бомба, каждая воздушная мина все же наносит хоть небольшой на урон, и часто этого урона бывает достаточно для того, чтобы сорвать атаку сопернику. Еще одна причина, по которой стоит заранее подготовиться к переходу на новую ратушу, это бусты, которые появляются сразу же после обновления главного здания. И я говорю про 4 буста, которые добавлены были не так давно в игру. Буст героев, буст добывалок, фуловая армия и бонус x4 в глобале. Это действует 5 дней, поэтому в первое время нужно спешить хорошо подфармить. И конечно же в этом вам помогут военные лагеря, которые нужно обязательно улучшать в самом начале после перехода. Причем мне накоплено достаточное количество ресурсов, это еще и повозка с добычей и сокровищница в моем КК, поэтому мне хватит эликсира для того, чтобы поставить на прокачку сразу 2 лагеря. А это значит, что через несколько дней у меня будет не плюс 5, а сразу плюс 10 мест. Это очень сильно отразится на вашей атаке, вы сами это прочувствуете, когда у вас будет помещаться на 2 гиганта больше или на 2 хока больше. Кажется, что это совсем немножко, но в атаке это очень сильно вам будет помогать. Приятным моментом после перехода на 10-й тоунхол является то, что улучшать хранилища эликсира, золота или дарка не нужно. Они остаются точно такими же, как и были на 9-ке, поэтому вы сразу же можете использовать руны, что я и сделала. Заюзала руну эликсира и ставлю на прокачку темную казарму для того, чтобы у меня открылся вышибала. Этот юнит будет очень хорош во многих миксах, которые используются на 10-м тоунхоле, поэтому очень рекомендую вам поставить казарму, чтобы как можно быстрее открыть этого воина. Что же касается героев, то многие 9-ки переходят с недокачанными героями. Я, честно говоря, не сторонница такой политики и всегда советую докачивать героев до 30-30, для того, чтобы на 10-м тоунхоле потом не заниматься доработками того, что вы не доделали на 9-ке. И поэтому сразу же улучшаю нашу королеву на 31-й уровень и плюс к тому, что у меня есть бус героев, она становится 36-й. И вы чувствуете, как эти герои 35-36 на начальной 10-ке будут вам помогать. Это действительно будет очень ощутимо. А вот что делать не стоит, так это укладывать героев именно на обычную прокачку без использования книг, поскольку в это время, как я и говорила, у вас есть бонус x4 в глобале и гораздо лучше эффективно пофармить, а уложить героев вы успеете потом. До этого момента мы использовали лишь эликсир и темный эликсир, поэтому пришло время деть куда-то золото. И первое, что я рекомендую делать, это ставить воздушную оборону на апп, поскольку 10-й тоунхол, как правило, сначала выкачивает воздушный микс, а именно лава плюс шар, и атакует именно им. Таким образом, ваша база будет немножко менее уязвима против таких же начальных десяток, как и вы. Но остатки ресурсов и золота, и эликсиры всегда можно и нужно сливать в забор для того, чтобы ваши ресы не простаивали, и чтобы случайные игроки, которые находят вашу базу в глобале, не атаковали вас и не забирали ресурсы. Запомнить это правило, оно действует на всех ратушах и дает вам более быструю прокачку забора. Забор не кажется чем-то нереальным, что нужно качать годами, потому что вы сами незаметно для себя его успеете прокачать. А теперь давайте вновь вернемся в лабораторию, поскольку у нас там еще осталось несколько незавершенных дел. Если у вас имеется молот заклинаний, то я рекомендую на первых порах потратить его на заклинания хила, поскольку эта банка весьма универсальна, используется в очень многих миксах, и не только для серьезных атак, но и для обычного фарма. Поэтому я отправляю молот на прокачку хила и получаю сразу моментальный хил максимального уровня на десяточке. А вот за темный эликсир мы сейчас с вами прокачаем хога. Почему именно его? Поскольку навык владения хогом, как правило, у вас уже должен быть сформирован после игры на седьмом, восьмом и девятом тоунхоле. И на десятом тх этот навык вам очень пригодится, потому что стандартный микс гоу-хо, которым вы играете, начиная с восьмого тх, здесь также актуален. Так что ставлю на прокачку хога и улучшаю его сразу же за книгу. Теперь можно использовать как чистый квинохил вместе с хогами, так и хога вместе с големами. А если еще голема докачать, то будет совсем прям отличная комбо. Но об этом немножко попозже. Теперь же я солью остатки золота в забор, для того, чтобы резы опять-таки не простаивали, и одного строителя оставлю нетронутым, для того, чтобы он постоянно прокачивал новые ловушки, которые мы поставили с вами с краешку базы. Нам нужно будет подождать пару дней, для того, чтобы строители закончили свои улучшения. В это время, конечно же, вновь нафармить ресурсы для последующих улучшений и прокачки базы. И для того, чтобы строители занимались этим быстрее, и мы не ждали с вами шесть дней, мы воспользуемся зельем для строительства. Если оно у вас припустено, это отлично. Если же нет, то рекомендую купить за медали ЛВК. Это очень сильно сэкономит вам время на первых порах. Также можно и нужно использовать зелье для лаборатории, чтобы улучшения шли быстрее. Ну а мы оставляем наших строителей и возвращаемся через два дня, когда все уже готово. Как вы видите, фон поменялся, потому что в игре добавили осенний фон. Мне кажется, это очень красиво, очень здорово. Многие игроки давно просили, чтобы это добавили в игру, причем самое главное, эта штука бесплатная. Ну а я же занимаю строителей на улучшение третьего и четвертого военного лагеря. У меня достаточное количество эликсира накоплено не только в хранилищах, но и в клановой крепости, поэтому мне как раз хватит, чтобы поставить сразу два лагеря на ап. Лишний эликсир, который у меня остается, как обычно, сливаю в заборы. Обратите внимание, что прошло буквально несколько дней, а у меня уже достаточно хороший кусок забора прокачан, причем без каких-то усилий и самое главное, без целенаправленного фарма на прокачку этого забора. Также в лаборатории у нас сейчас никто не улучшается и вот тут есть много вариантов, что же поставить дальше. Можно ставить варваров, если вы ими фармите, можно поставить луков, если фармите ими. Также уровень прокачки варваров и луков влияет на поражатие героев, поэтому не тянитесь с ними и старайтесь улучшить их как можно быстрее. Если вы фармите гигантами, ставьте смело на ап именно их. Также гиганты используются в миксе гиганты-ведьмы-бойлеры, который актуален на десятке. Можно поставить на прокачку магов, опять же для фарма, либо гоблинов, если вы любите гоблинский нож и все, что с этим связано. Если же для вас важнее прокачать кв-миксы, то я рекомендую в этой ситуации поставить на прокачку голема, потому что, как вы помните, хоги у нас уже фуловые и в связке голема плюс хоги вы сможете показывать качественные атаки на кв и на лвк, поэтому я трачу темный эликсир именно на прокачку голема. Теперь лаборатория у нас занята, мы переходим к трате оставшихся ресурсов. Золото я также рекомендую отправлять в противовоздушную оборону, однако слишком сильно с этим не чистите. Если у вас будет все четыре пв-шки сразу на апе, то любой, кто захочет снести вашу базу в глобале воздухом, сделает это без проблем, поэтому старайтесь все-таки ставить на ап разное строение дефа, а не четыре однотипных. Однако почему же я до сих пор не поставила обычную казарму на ап, чтобы открыть шахтера? Я считаю, что на первом этапе он не особо нужен, поскольку шахтер первого уровня не является очень сильным юнитом для фарма и уж тем более для кв, а чтобы прокачать его на третий левел, вам нужно будет изрядно потрудиться. Поэтому я считаю, что на первых этапах вы спокойно можете фармить теми миксами, которыми фармили на девятом тоннхолле, а шахтера открыть уже впоследствии, когда он будет вам более необходим. И как и в прошлом случае, я оставляю одного строителя свободным для того, чтобы мы могли фармить ресурсы, эффективно их использовать, то есть вливать в забор и прокачивать оставшиеся ловушки, которые еще пока не докачаны. К концу перехода наш профиль имеет уже очень приятный вид. У нас есть войска, которыми мы можем не только фармить, но и атаковать на кв, на лвк и вся дальнейшая прокачка зависит только от вас, от того, насколько вы эффективно и быстро будете фармить, чтобы прокачать аккаунт. И прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хотелось бы поблагодарить спонсоров канала Дэмлорд и Дэмлакомка за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях, общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отрезе Клеопатры. Самые приятные вещи это мурчание кота, массаж спины, лопание пузырьков с защитной пленкой и новый видос Клеопатры. Авиатор, поздравляю тебя с победой в розыгрыше. Я не могла обойти этот комментарий. Огромное спасибо, ребят, всем, кто меня смотрит и поддерживает. От тебя, Авиатор, я жду реквизиты киви или карты под твоим комментариям. Пожалуйста, присылай, получаешь от меня приз 75 рублей, а мы движемся дальше. Я думаю, что каждый, кто учился в школе и не пропускал уроки биологии, знает, что нормальный пульс выглядит как первая картинка, отсутствие пульса как вторая. А что же могло произойти на третьей картинке, что с пульсом случился вот такой кошмар? Конечно, связанное с миром Clash of Clans. Пишите свои идеи в комментарии, автор самого классного коммента получит приз 75 рублей на свой киви или карту. Итоги мы подведем уже в следующем выпуске по Clash of Clans. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск и, конечно, ставить лайк на это видео. Но я желаю вам удачи и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok